По идее, знаешь, как бы, если все ученики прогуливают, то по факту, по факту, что я хотел сказать? У нас сын Пен выигрывает первый раунд и покупает. Да подожди, я пытаюсь закончить свою мысль. Понимаешь, стрим идёт? А, если все ученики прогуливают пару, то тогда, ну, как бы, всем прогулки считаются. Но это очень сложно сделать. То есть, если мы вместе с тобой сейчас пойдём пить, вместо того, чтобы мы стримим, то тогда... А, мы стримим уже, да? Я уже давно, я тебя четыре раза перебил. Окей. Ну да ладно, у нас, как бы, у этих, у Inrage Force Buy, Тег 9, Деглы, Раскидки, Арморы. И ребята встали на меду, не зная, что делать, их уже приняли, и остался один. Поня. Япония делает офигенный 2 кила с помощью Тег 9. И ложится. С помощью. Куда? Относим? Я просто ещё не зашёл на Голуб ТВ. Это интересно звучит со стороны. И не хотят пускать на Голуб ТВ. Ну что ж, у нас ребята идут в Мидл на 5, 5 тег 9, о нет, 2 тег 9, 2, 3,5 и 1 Глок. Ребята встали на меду в ожидании Чудо. Кемида перестреливается с ребятами, Ануром и Арсом. Оставилось обоим по 20 хп, на Нуро Арсу общий 6. Пацан творит зверство с помощью 50-го, ребята отошли ближе к планту. Ребята перетягиваются на Б, и думаю, сейчас будет заход. Откинули лёгкие гранаты, осталось там не смоки. Я не знаю, по-моему, самое время представиться, 2-0 как-то. Всем привет, ещё раз, дорогие друзья. С вами Хоккайдо и Хэппи Пантора. Мы вот так вот быстренько ворвались на стрим. NPN против Инрейдж. Это у нас сейчас 1-4 игры. Квалификации гейм-шоу Open 2-го сезона. Представлю вам пока команды. За команду NPN играют Дамик, Ануар, 0-1 Кир, Кило и Арс. За команду Инрейдж играют Кеминфо, Бонес, Химик, Курт и Шокс. Интересно, что это настоящий Шокс. Тот самый, тот самый у нас Шокс. И на данный момент NPN забирают третий раунд. Сейчас мы увидим боевые исполнения обеих команд. Инрейджи могли уже сделать бои на втором раунде, если не делали. Ой, да, на втором раунде. Или на третьем даже. Но они решили два раунда зафорсить, и это самое странное. Что ж, я хочу посмотреть за АВП командой. NPN. Ну, так проще, сразу бы отображались имена сверху. Команд. Как-то у нас ребята делали быстрый выход под B. Их тут же встречает NPN. 0-1 Кир. Смотри, 0-1 Кир, вот он. Остался со своим фармганом. И умудрился забрать еще одного человека, подобрать калаш. Ну все, бизнес, он нашел бомбу, и сейчас... Встретим. Он не знает о куртик, который сидит с АВП, и это не самое лучшее. Вариант оружия, чтобы встречать чувака, который выпрыгнет с калашом. Все ребята подтягиваются, их готовы уже встречать. Полетели гранатки. 0-1 Кир вживает одного, спрейт по второму, разменивается с Кими Фира и 0-1 Киром. И остается Киминфо, который забирает с АВП. Ты произносишь никнейм, и больше похоже на то, что ты говоришь, какой-то набор пук. Да, это капец. Назвучит с АВП, да. Только нашли, какие ники поставить, ей-богу. Да, ребята, пожалуйста. Вот когда вы ставите такой сложный никнейм, в мире, на самом деле, плохо начинает чувствовать себя один стример. Так что задумайтесь над этим. Мне понравилось, что NPN забрали ВП, теперь у них 2 ВП на команду. И их шансы гораздо больше. Enrage делают эко, 3 50-х, 1 диггл, 1 тег 9-й, и они подтягиваются под B. Деймик ловит рандомный хэйдшот, и его убивают, и бомба потихоньку продвигается. Мне интересно посмотреть за шаксом, он такой с дигглом выходит, вот в мейн-бэл. Стоп, это реально настоящий шакс? Конечно же, конечно же, настоящий шакс. Нет, просто верю в это. На квалификации, гейм-шоу, Оупен. Настоящего шакс, а бы сразу пригласить или в мейн-эвент. Конечно же. Ребята так неожиданно приползают в пода, бомба не знает куда идти. Киминфо засейвил одну эмочку, и тут же ее выбивают с помощью АВП-шки опора на медле. И ребята теряются, теряются. Арт спреет одного, спреет второго. И остается один Курт. Курт был близок к тому, чтобы сделать чудо, но... Какое чудо-то отвечу? Видимо, не сегодня. С P250 можно было раздать по четверым и выиграть этот раунд. Это одна четвертая или получено? Это одна четвертая, дружище. Одна четвертая. Боже. Пять-ноль, однако. Пять-ноль. Сразу вспоминается начало сегодняшнего дня. Да, начало сегодняшнего дня. Сразу просто вот так вот в голове. С золотой нитью. Шакс пытается спрейить, не находит никого в Вентруме. И ребята... Там, на самом деле, есть один человек. Мне напрягает то, что бомба осталась на базе, и ребята вроде начали уже проходить КВ. Нет, но они там близко все. Сейчас вот Курт должен был ее забрать. Прошел мимо. Наверное, они просто забыли о ней. Зачем бомбать эррористам? Действительно. Я слышал, что она вообще не нужна. Я смотрю, что за Шаксом. Он же пока... Ой, Кила, как забирает Курты. Он просто на приседе с Савиком выходит в коридор и чекает Т-спаун, и все прилежащие к нему там ангар. Все пытался прочекать. Однако Шакс подождал, засидел и убил дамика. Ситуация 4 в 2 против 2 ХВП. Вряд ли ребята куда-то пойдут у них. Хоть и деньги есть, но... По мне, так лучше засейвить, и следующий раунд попытаться снова. Килл убивает Химико, и... Арс убивает Шакса. Шокс сегодня какой-то не такой. Не очень. Шокс, да. У Шакса сегодня летит, наверное, какие-то проблемы у него в команде. Возможно, это какая-то некоторая несыгранность, потому что остальная команда, скорее всего, говорит на русском, а он такой по-французски пытается что-то им объяснить. Но не идет, не идет. А может, то, что пинга соточка, он с Францией играет. Да, все-таки с Францией он, да, скорее всего. На самом деле, 100 пинга это некоторое... С одной стороны преимущество, с другой стороны это... Ну, не скажи. Ну, он рейнджер волевуха, дигл, лазингалил, триакан. Небольшая раскидочка. И ребята ползут по-да. Они уже все готовы выходить. Закидывают смоками, закидывают флешками. Веселая подсадка химика. И их будет встречать 0-1 Кир и Кило. На ямничке. Кир 2-1. Кило помогает своему тиммейту. И они так спокойненько-спокойненько разбираются с мейном А. Однако Шокс пытается как-то исправить ситуацию. Забирает он Кило. Дальше выходит ребятного Плен, но Шокса собирают. Как и Курт, который очень удачно вышел у подъемника. Его сразу же зачекали. Ну что? Что у нас по экономике, друзья? У контртеррористов просто все замечательно. Есть калаш, 3 МК, есть тябик. А вот у террористов почему-то один калаш и больше ничего. Не, сейчас я закупаю. Несколько запоздало. Может быть они обсуждали что-то, но несколько запоздало. Они все-таки сделали бай. Но все-таки достаточно сомнительный. Они зарашили Б, просто по бешеному бегут на Б. Там встречает их только Арс, который ставит моментальный хэдшот. Также из Вентрума чувак кидает ХЕшку. И Арс делает сумасшедших 3 Кила. И идет на добивание последнего. Ну, Боня говорит им, что стоять. Замечательно. Ну, хоть не дал. У меня сейчас на руках сидит код. Разойтись. Замечательная информация. Держите, пожалуйста, нас в курсе. Не, ну я болею мысленно за Боню. Ты че? Ну да, я болею за команду NPN. Наверное, больше не тащу, да? Нет, потому что ты болеешь за команду NRA, а я такой, за NPN для справедливости. И знаешь, мне кажется, что у NPN шансов как-то побольше. Хотя, не знаю, по-своему, вторая половина. Вторая половина. Просто все разрешит. Как минимум, половину они уже забрали. Дальше будет видно. Ну, это выход подаст, сто процентов, просто. Два игрока идут с мейна. Один держал коридор, но сейчас отошел. Сейчас будем ждать. Может быть, они все-таки успеют развернуться. Мне нравится, что 0.1 кик сидит в смоках. Его даже там никто не ожидает. Он начинает выходить и... Ставит двойной. О, как он заспрейл. Боже ж мой. Батя играет. А гир-то не так-то просто. Аноур убивает Курта. Еще флешечку дают ему. И остаются двое из атаки. Они не знают, что делать. Бомба лежит на меду. Ее уже спалили. Боня выходит, видит Кира, убивает его. Хорошо заспрейл. У нас комментарии в чатике хорошие. Что там в чатике? Такой отличный комментарий. Сейчас был баг с Макай. Я думаю, почему Боня выходит против Ареса и стреляет. Не стреляет от него. Чат абсолютно не появляется, друзья. Я бы уже давно зачитал все просто. Не, я в чате КС. А, все, понял. Ну что ж, у нас три М-ки. Один калаш, одна ВПшечка. Ребята, двое А. Один на Б стоит всего лишь наверху у Арсений. И Арс. И Дэмик на медлу. Пытаются шутить как-то, отшучиваться. Команда террористов на игру. Это их не спасает на самом деле. Ребята, кто там смотрит стрим, отзовитесь, покажитесь. Давайте пообщаемся. Ну, пока ты ищешь с кем пообщаться, Боня убивает Акира, Киминфоинт, ЛПНа. И что-то ситуация 2 в 4. И я скажу, что это... Что АВП может сейчас затащить? Я пока не буду этого говорить. Ну, а то я про тоже, уже просто пацан дал минус 2. Бомба даже не ставится, бомба перетягивается на Б. Там ее ожидают увидеть. Минус 1. Боня, конечно, с реакцией... У-у-у-у-у-у-у. Почти. Боня остается 30 хп. Молодец. А, АВП, он сейвить не собирается, насколько я понял, да? Зачем, АВП? Лучше бомбу попытаться поставить. Лучше, да. Но на самом деле, просто здесь конфиг ESL, он такой, что здесь не хватает времени для того, чтобы поставить бомбу. Это тебе не матчмейкинг, парень. Так что, лучше бы ты засеивал АВП. Привет всем чатике, ребята. Просыпаемся. Просыпаемся. У нас тут такой интересный мальчик. Правда, конечно... Ух ты, контртеррористы решили быстро поджать мидл. И смотри, подсадочка, подсадочка идет. Ее не буду ждать. Ее просто не буду ждать. Ну, Арсений тоже получает флешку. Заходит в спину одному, убивает одного. Убивает второго. Как долго же он спреил. И 5 в 3 ситуация. Он знает, не знает, откуда последний ждать. Должен услышать. И хамик убивает Арсения. Они знают, что бомба в миду. И ребята перетягиваются под бэ. В НПН две игры допы были. Первую 26-23 сыграли, вторую 27-27. То есть ребята вроде как тащат, а потом проигрывают. Или что? Или сначала проигрывают, а потом тащат. Сейчас они прям хорошо играют. Просто здесь в GoTV даже в GoTV комментарии бывают иногда. А Шокс-то какие киллы делает? Один остался против троих. Сейчас смотри как. Сделает просто ультра килл. Это Шокс. 1-0-0-10. Дружище уже 0-0-11 на самом деле. Курту надо бы подсобраться. Курту что-то не летит сегодня, но... Что ж поделаешь здесь? Шокса размансили и просто убили. 10-1. Команда НПН. В лучшем случае будет 10-5. 10-5 это уже хороший счет для террористов. Но не думаю, что контртеррористы так легко им отдадут целых 4 раунда подряд. Понимаешь, у команды Enrage волевуха. 2 пиды с 50, 2 калаша и 1 дигл. Минимальное количество раскидок и ребята просто бегут. По медлу. С подсадочки. Ничего себе. Бомба убегает на Б. И ее сейчас должны встречать. И, к сожалению, Акир не смог перестрелять Бонни. Оставляет ему 40 хп. И ребята прям потихоньку берут свое эко. Выходит Курт. Там АВП его встречает. Сможет ли он его убить? Вот че вопрос. Оооо, смотри, что сделал Ануар. Он как-то прострелил так интересненько. Вот уже ввел по модельке игрока. Понимаешь, я смотрю, как сейчас Курт отдал минус 2 просто с помощью пиды с 50. И ситуация 3 в 2. Курт поднимает АВП и теперь бомба перетягивается. Тут куда? А, неплохо. Там ее ждет килл. Килл, килл. Зачекают ли они его? Вот в чем вопрос. Позиция здесь ключевая. Не зачекали его с самого начала. Он не убить не смог. Он начался с 1 демик и Курт ставит. Курт прям вообще в этой каточке затащил. Смотри, вот уже все ближе и ближе команда InRage к минимальному количеству раундов. То есть, если они уберут 5, то дальше уже появляется какая-то вера и надежда на то, что они сделают камбэк, а дальше там что-то вытащит. Посмотрим, друзья, посмотрим. NPN за защиту более чем достоин уже отыграли. Знаешь, я вот думаю, что как бы наш стрим обладает какой-то, ну не магией, но чем-то таким достаточно необычным. Помнишь, мы говорили, что Курт агент 0010, сейчас он уже играет 3-0-11, и всего прошло 2 раунда. И заметь, он царь 50-50, то есть... Еще и 4-12, ну парень уже наконец-то собрался и пытается что-то делать. То есть радует, что... Ну, кажется, NPN смогут взять еще один раунд, но сейчас увидим. Бомба потихоньку перетягивается на B. Там же ее встречает Дэмик. В самом деле смог вытереться. Тут же ставит ким. Дэмик сейчас и второго заберет, нет? Ну что, посмотрим. Нет, не убивает. И бомба должна ставиться... Посильнее, посильнее. Саня тащит, завтра на парах ему шоколадку подарю. Обязательно, дружище, подари ему шоколадку. Шоколадка, это так приятно. Угу. Молодец, красава, затащил. Не, на самом деле, если бы мы еще знали, кто такой Саня... Да, это было бы... Может быть, он из команды проигравших, кто проиграет эту игру, так знаешь, типа, проиграл, ну, держи шоколадку. Команда контр... Ой, команда сервисов опять волевой бай. Три калаша двадцать девятых. Нормально по раскидочке. И ребята бегом на А просто, как машины. Саня, это киминфо. Из команды проигравших. Подожди, пока... Пока еще рано о чем говорить. Да, не проигравших, по которым проиграваю. Все, я очень надеюсь на невероятный щекомбэк. Ты смотри на Киро, Киро, он стоит и просто ждет. Он не палится, но там он не знает, что за киминфо никого нету. Ну, убей ты его. Хе-хе-хе. Вот это был эпик. Правильно, правильно. Он молодец. Он подождал, выжидал правильный момент и просто разводил. Да и вы понимаете, три человека зашло, и никто его не прочекал. Это просто... Не, он просто хотел подождать остальную команду, собрать информацию. Но, может быть, несколько переждал. Может быть, ему удалось бы взять троих. но вот уже от случая зависит ситуация 3 3 2 алика бомбы бежит на б о они вдвоем то одержит вот именно держит а вдвоем пришло какое-то понимание в стан команды mpn то что может быть может быть кто-то заходит в б уже скорее всего с бомбы из холла прямо выходит хотелось бы хотелось бы увидеть еще пару раундов вот и напиши на самом деле мораль таких играх как counter strike кто-то вот она очень сильно давит когда ты проигрываешь 12 2 и потом берешь хотя бы один раунд но все равно как-то вот осадок с тех раундов все равно остается уже сложно как-то тащить и просто потому что у тебя скилла там не хватает или чего-то мне кажется что здесь карманды вполне такие равны просто мораль если начали плохо то я считаю что ну уже как минимум уже склопа за 3 закину смогут прощекают ли его еще раз так должны должны в этот раз да прощекали два раза два раза такой и никого не убивает в итоге ситуация 4 в 3 ким инфо 3 хп повезло чуваку победить его убивают тут же со спины выходит еще двое акир спреет патроны качаются понимаете 2000 и остается 2 а в.п. там оба очень поцаны не что достать пистолет минус один и дамик должен выбирать второго один в один посмотрим это интересная ситуация самом деле на эту тычку ну я сам себя сейчас любил этот химик и тренадцать раунд для нпн первая половина с разгромным счетом смогут им речь и счет не самый удачный для команды инрейс но пожелаем командам удачи может быть во второй половине покажет класс напомню друзья мы комментируем матч команд нпн против команды инрейс на табло счет 13 2 для вас комментируют хоккайдо и хэппи пандора друзья не забывайте подписываться на наш канал потому что скоро будут в полуфиналы и финалы квалификации геймшоу опен так что не пропускайте наших трансляций всем привет кто там в чате пишите общайтесь друзья будем рады так мы наблюдаем пистолеточку обрали от видит от него не успевает застрейт уже контратеррористы сверху просто настроивают киминфо ставит нереальный хэдшот и 4 в 1 он рейдж берет рейс раунд пистолетка за ними скорее всего это 13 5 да действительно похоже на то видишь вот у террористов вот левой части появляется подобие девайсов похоже на тиггл 2 по 250 нет 1 по 250 и 2 тэка и еще один тиггл конечно же арморы есть у ребят и вообще почти проскидок только решила на волевуха учитывая что даже у шокса есть темочка есть два петуха петух купил скилл показал ребята в мидл резко пробегают не ожидаю чтобы не в спину могут выйти и заметьте никто к нему спину так и не вышел к сожалению киминфо заходит киминкрума убивает 1 убивает 2 и в ситуации однако ситуация ц3 в 3 и химик химик очень и очень красный что он будет здесь делать на самом деле не очень понятно но если он конечно удачно заспрей там или ему как-то повезет ой и киминфо ставит просто высочайший хэдшот остается два дегла и арс 1 в мейне стоит ждет своих оппонентов и его пытается спрейть он сам с деглом поэтому сложно очень попасть он идет сейвить свой армор ну что ж 13 4 друзья и опять форсит эти террористы понимаешь они чувствуют сильное преимущество но как бы они так это да они типа пытаются пытаются взять да давайте возьмем бай когда у нас там по 2000 давайте я не надеяться что они училища карт пробежался таскуку пол арс очень интересно пробежался он там забрал еще коннектор и мидал и бомба ставится на так что ребята что я сделали все прям как план остались 3 2 и ребята при какая перестрелка в шарте я вижу киллова не смог расстрелять курта и остался киминфо красный так что сейчас мы еще увидим кто кого откинул курт 2 хаешки одну подобрал одна была уже и нашел он сразу мейн вернее ануар по таймингу прям вышел только курт достал свой смог и таким образом кирт забирает киминфо и этот раунд заканчивается на счете четырнадцать четыре и у команды нрач нету денег они делают волевуху вторые арморчики и фармганчики и пистолетики если сейчас проиграют этот раунд можно сказать что побеждает на пены конечно можно но без оплачения так что не аналогично если они проиграют 6 раунд у них потом не будет денег и не смогут вытащить обалдеть всем весьма такой просто один большой смол о смотришь что делает npm не просто развалили бы двух ребят вентруме и остается то всего ничего забрать боню и шакса что и происходит собственно 14 друзья похоже что это гэгэшечка все-таки зря был этот форс стоила игра свеч на самом деле смотри есть 4 дигла у команды контр террористов по флешечке почти у каждого я хочу просто смотреть за шаксом просто арестовый ласшек сможет ли он показать нам свой прекрасный скилл к сожалению нет никто не смог показать скилл вот так скажу стрелял куда-то другую сторону совершенно отличное от положение его противника обычно не делай уже право что я говорю что пода самое время прощаться и поздравлять команду npm с победой и выход в полуфинал где они встретятся с командой ютэн юнт по моему да юнт они встретятся так что скоро скоро для вас будет стиме хэппи пандора я к сожалению от вас отсоединюсь и покину стрим дела друзья дела но для вас замечательно стримит хэппи пандора так что друзья всем хорошего вечера нас еще ожидает полуфинал и финал обязательно подписывайтесь на канал всем привет в чате никуда не пропадайте спасибо Продолжение следует... 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 Поэтому, если что, пишите комментарии Так, у террористов Пока что хороший бай У контр-террористов полоный бай Но не хватает вторых арморов Полных раскидок Что очень плохо Так, давайте посмотрим Террористы до сих пор сидят на меду Не хотят никуда не выходить Контр-террористы же начинают потихоньку поджимать Думаю, что Смогут их застать врасплох И Ануар убивает Мику Отличный выстрел ВПшника Пытается нашивать смоки Сможет ли кого-то убить Тут же из Вентрума Дамик убивает Делли Ситуация 5 в 3 И террористы идут на Б Танька убивает Дамика Смайл заходит, сможет ли он убить Арса Да, отлично убивает Тут же начинается поджим Ануара Кидается Молотов Закидываются гранаты, чтобы никто не рашивал И ставится бомба Ситуация 3 в 3 Акера начинает подползать Данька убивает Киму Так, смотрим за Ануаром Сейчас от него решится многое Сможет ли он дать пару хороших фрагов Чтобы его команда стащила Человек решает сделать сейв И правильно денег на следующий раунд у них не хватает Акер будет на поджиме Если кто-то побежит Попытаться выбить девайс Но ребята побежали совершенно в другую сторону Акер тоже будет сейвить свой второй арморчик И свой Фамас Команда NPN Сильные проблемы с экономикой Будут ли они делать форсы Отталкиваться от АВП Либо же Да, они просто решили Сыграть с двумя девайсами Куда же побежит АВП? АВП побежит в миддл И постарается Убить Подсадку Которая опять делается Так полагаю, смайл Нет Мика будет встречать АВПшника на подсадке И ребята из контртеррористов решили зарашить Точнее поджать Угадают ли они или нет В прошлой игре вот это место Затащило раунд ребятам Никто не прочекал И человек дал просто минус три Так, смайл убивает Арса Но начинается заход на Б-плэн Там же ждет дамик Его никто не ожидал Но на реакции Диммак Фига Убивает дамика Остается одного ВП И Фамас Килла же с Юспом Вряд ли что сможет Сейчас главное Ануару Не профукать свое ВП Вряд ли они же смогут выбить его И ребята просто убегают на сейф Опять Будет ли Киллу пытаться сражаться? Да Килл вылазит И тут же получает Хейдшот в голову Пойдут ли поиски девайсов? Вот что вопрос Они слышали Ануара Что он сидит на КТ спавне И будут ли они убивать его? Он попадает Ануар попадает Но Не убивает человека Это и главный просет Выбивает АВП И Ануар дарит АВП команду соперника Что ж У НПН Сильные проблемы с экономикой Опять будут ли они делать форс Да Ребята делают форс Калашников МП7 50-50 Мочка Три вторых армора Два первых И Вдвоем бегут на мидл Пытаются встретить кого-нибудь Там кстати нормально так Арсений залазит в винтру И ждет соперника Килл же убивает Даньку Данька был с АВП Так Куда же бомба? Бомба сейчас собирается Будет выходить в пустой Аплент Далиле убивает И ребята Должны встречать их На медле Ануар до сих пор ждет Кого-то Арс стоит И пытается убить За ящиком человека Тут же получает Хаешку в ноги И хайдшот от Мики Ну что ж Сейчас все зависит от дамика Если сможет этот человек Убить Своим вторым армором И калашом Он же заходит в спину У него есть все шансы Минус один Минус второй И ситуация два в один И тут же получает Сквозь дверь Хайдшот в голову Ануар начинает диффузить Тот не знает Он думает Что у него есть киты И Ануар до сих пор диффузит Ай-яй-яй-яй-яй Человека просто не было китов И фига не ожидал Такого порода событий НПМ удалось взять этот раунд Немного везения Человек думал Что фейкает А у него просто не было китов И поэтому он так долго диффузил Ну что ж Ребята из КТ Поправили свою экономику А команда террористов Почти всем составом Поджимает на А Будем смотреть за бомбой А так Точнее за фигой От него сейчас зависит Сможет ли он Зайти на плент Бомба потихоньку Перетягивается В этот момент Данька убивает Дамика А Акил убивает Мику Неплохо По гранатам Осталось уже совсем мало И бомба Бомба Бомбу скидывают на миду Куда ж пойдут ребята Так, Даньку бустят на миду Там его ждет АК На Нуар Ай, М Извините Как-то все затихло Ребята не заходят Акир убивает одного С помощью Фамаса Там есть второй Они не знают об этом И бомба тут же перетягивается Либо же делает фейк Что перетягивается Нет Бомба убегает И сейчас будет попытка Плента на Б Либо же будет сейф Ребята поднимаются оба Винтрум На пленте же Ждет один Арс Также подбегает Ануар Со спины Сможет ли он убить Ребят Лежат смоки Он не знает Кого ждать Поэтому боится заходить Бомба ставится И ситуация Два в три Двое из инфент Сильно коцаны Остается один Дайл На девяти хп И сможет ли он Сделать чудо И он делает Это чудо Неплохо У пацана Осталось 9 хп И он делает Минус 3 У контртеррористов Опять проблема С экономикой Им придется делать Эко У террористов же Никаких проблем нету Полные раскидки Пять калашей Сранно Почему нету ОВП Но да ладно И пятеро террористов Прямиком Бегут на А Делается подсидка Даньки Чекается Мидл На медле пусто Ребята сидят Крысят В надежде Забрать Какой нибудь Девайс Ребята должны Понимать Что у соперника Эко Но они не хотят Рисковать А вось Рандомный Хэдшот И все Ты лежишь На бпленте У нас Акир Скиллу Начинается Заход на плент Арс Убивает Мику С помощью Пи-250 Прямиком Головы И Бомба Потихоньку Начинает Заходить Я бы на месте Ребята Давно бы Свернул бы И убежал бы На Б Но Это им решать Ситуация Три в четыре Имеется Один калаш У команды НПН Давайте посмотрим За ним От него Сейчас все решится Ануар Все чекает Мидл Надеюсь Что там кто-то Выйдет А там Кто-нибудь Выйдет Но Немного Не прочитал Ануар Уже Делает Минус Два С помощью Зацеленного Калаша Точнее Выбитого И смотрим Остался Диэл Остался Один Смайл Который Заходит Спин Убивает Одного Спрей По второму Попадает В голову И остается Один Дэмик Который Охранял Бомбу Смайл Бежит За бомбой И это Раунд Для НПН Потому что Просто Не успеет Взять Бомбу И убить Тоже Поздравляем НПН За третий Взятый Раунд За Сэвленный АК Прям Вообще Идеально У контртеррористов Появляются Деньги На раунд У террористов С этим Конкретные Проблемы Они делают Волевой Пять Калашей Неполная Раскидочка Если Сейчас НПН Берут Раунд То Они Переворачивают Экономику Террористы Живпитером Бегут Пода Сейчас Начнется Раскидочка И Заход На Плент Мико Пытается Нашивать Дверь Но К сожалению Там Никого Нет Сейчас Главная Задача Это Ануара Точнее Акира Ну и Ники Конечно Если Не прочекают Акира Он сможет Сделать Раунд Для своей Команды А его Не чекают Минус 1 Минус 3 По 2 Не попадает Ситуация 4 в 4 Дайминг до сих пор Сидит в винтруме Не понимая Что Вся Его Команду Убивают На Апленте Ануар Сможет ли он убить Кого нибудь Сделать выстрел Не попадает Реабилитируется Дважды Реабилитируется И Ситуация 1-2 Сможет ли Смайл Затащить Но к сожалению Получает в голову НПН берут Еще один раунд И Команды террористов Проблемы с экономикой Будут ли они делать Форс Или будут делать Эко Ребят пока думают И Купили Один так Девятый Пятьдесят Песятый О Деглы Ну Только Смайл Сделал закуп Остальные все так По дешевке Закупились И Идут рашить Как ни странно Идут рашить Б Давно они уже не ходили На Б Б плент почти пустой Один Винтруми И Один на пленте Данька не может С помощью Дегла Убить человека В ноги Получает Выстрел в голову И коктейль в ноги Остается один Фига Джипи С Пидис Песятой Ну Принял в ноги НПН берут еще один раунд Пять-шесть Неплохо Учитывая что террористы взяли лузовый минимум Это очень даже хорошо Ну что ж Пять калашей Неполная раскидка Против Полной раскидки Одного ВП Фамаса И трех эмок И террористы как бешеные Побежали просто на А Один заход Просто все Странный выбор В пятером рашить В пятером рашить А Но это кстати может работать Мика Делает прекрасных Два килла Открывает этим Аплент Его вся команда Подтягивается А Нуар с помощью ВП перестреливаться Сможет ли он дать еще Столько же фрагов Как в прошлом раунде Красивых Но с помощью Нузума Нет Ему ставят хэдшот И ситуация 4 в 2 Смогут ли Арс И Дамик Затащить эту игру Дамик же Арс решил сейвить И Дамик тоже Что ж Поздравляем Седьмой раунд Для команды террористов АНП нам надо Подсобраться Они же прям так Хорошо брали раунды Давайте ребят Останавливайтесь Я верю что вы сможете Команда террористов Пошла на поиски Ребят Забежали на КТ спавн На Т спавн Но так и не нашли Что ж Тринадцатый раунд У нас 4 Мки 1 ФАМАС 5 калашей Нет 4 калаша 1 Мочка Полные раскидки Вторые арморчики Все прекрасно У контртеррористов Всего 2 вторых армора Первые арморы И это очень рискованно Пулю в голову получил Лисо потерял Так и террористы у нас Идут в мидл Неплохо Арс убивает одного Спреет по второму Сильной поц Но Данька разменивает Убивает килла 4-4 ситуация Ребята заходят на бэплен Но тут Мика со смайлом Просто ребят Разнесли Ситуация 2 в 2 Бомба должна ставиться Но Анур говорит Обратные Со спины забегает И убивает Все зависит от Мики Убивает одного Чуть-чуть покоцали его И не смог убить второго Акир тащит этот раунд Севит эмочку И опять у нас качели Качели с экономикой Последний бай для контртеррористов И может быть последний бай Для террористов То есть победитель этого раунда Навязывает свою экономику То есть если побеждать террористы Будет счет скорее всего 9-6 Если же контртеррористы Будет 8-7 Ну если ребятам не поможет Чудо Мика с деглом Подношивают смоки Ни по кому не попадает Не ожидает что его поджимает уже И Да Мик Не попал ни одной пулькой Контртеррористы же на миду Стреляются Нет даже не стреляются Их наоборот сейчас могут поджать Акир на своей любимой позиции Он уже здесь сидел Уже тащил раунды Вполне может быть Так Ждает ли Ануар Что сейчас будет подсидка Прямому на голову Ой-ой-ой Че-то ребята так быстро меняются Резко перебежали в раш Аплэн там Тут же их встретили Киллу с дамиком Насадили пульт в голову И ситуация у нас 3 в 2 И бомба передвигается на Б И к сожалению Террористы проигрывают этот раунд Счет 7-7 У террористов должно быть эко Но ребята собираются Решили сделать волевой бай А Ну это последний раунд Первой половины Волевуха 7-7 Ну по закупу Понятно Контртеррористы сильнее Но если ребята Сейчас пятером Как залетят своими Тейк-девятыми И просто сломают лица Учитывая что на Б пленте Будет всего лишь один Арс Слава Богу К нему в Вентрум Подходит еще дамик Он слышит всю эту Халву Пропускает одного Стреляет Нашивает Ситуация 5-4 Данька убивает дамика И тут же Киллу с Арсен Делают размены Ситуация 1 в 3 И это Восьмой раунд Для команды НПН Ну что ж Ребят Сейчас будет смена сторон Пожелаем командам Удачи Надеюсь Ребята покажут нам Красивый Контерстрайк Но пока что Мне уже это нравится Учитывая что НПН взяли Восемь раундов За защиту За сильную сторону АС-15-7 UNT Тогда они были На слабую сторону То я верю в UNT В победу В их больше Давайте посмотрим Что будет Ребята в пятером Подбегают на Б Была инфа Что это раш Сейчас должны ребята С Аплента Быстро перетягиваться Но нет Смотрите что они делают Они просто В хором Убегают на Аплент Но это была ошибка Потому что никто Не шелохнулся И Сейчас их будут встречать Трое ребят Одна голова Ой-ой-ой-ой Как так-то Не хватает патронов Килу Остается один дамик Против троих Контртеррористов И сможет ли он Сделать чудо Нет Данька Ставит ему Хэдшот Восемь-восемь Неплохо Чатик Если кто смотрит Пишите Со всеми пообщаюсь К сожалению остался один Мне в два раза тяжелее Поэтому Уж извиняйте Так У нас у террористов Форсбай 4 тег девятых 1 пидест пятьдесятый 4 вторых армора Команда же Контртеррористов 2 петушок 2 фамаса Эмпэшка И калаш Ребята В четвером Перетягиваются Через подсадку На мить Довольно-таки Странно это выглядит Давайте посмотрим за ними Странно Ребята Пасут Миддл А бомба Потихоньку Подползает Под да Будет ли это Раш А через Миддл Да Так и есть Ребята окружают Планет А Давайте смотреть за ребятами Которые выходят Нашивают одного Килл и Арс Делают между два Кига со спины Убивает ребят А Кир знает Где сидит Смайл Должен его убивать Прекрасная ситуация Три в два Бомба оставится И это скорее всего Девятый раунд Для НПН Если Фига Не покажет Мастер-класс Фига делает Минус два Ситуация Один-один Петушок Против Фабаса И Петушок Побеждает Девятый раунд Для команды УНТ Он даже пошел Поменял Забрал гранатки Напряженная игра Точнее каждый раунд Меняется По экономике Постоянные траблы У команды Контр-террористов Сейчас должно быть Фуллбай У терров Эко Но они На месте Обычно можно было бы Сделать и волевуху В пятером зарашить Что они кстати и делают Пятером бегут Под Б-плэнд Их там Никто не ожидает Получают флэпу Мика-Мика Спреет по одному Спреет по второму Получит голову По нему Дерет 50 Делает ультра-кил Дайте ему Дайте ему рэмпэйдж На ножах Дайте ему рэмпэйдж Ребят И к сожалению Мика не смог сделать Эйс Но все равно Неплохо Бонус экономики У контр-террористов Сейчас вообще Дела все очень хорошо Фамос бы конечно Заменить на эмочку Но С ним тоже можно жить 5 калашей Бегут Пода Опять подсидочка Стандартная На мидл Но там уже их ждут Килл убивает Даньку Смайл заходит Смаки Получает Гренул Ноги И ситуация 5 в 3 Кажистый раунд Для террористов Вполне удачный Так Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Какие хорошие Хэтшоты NPN бил девятый раунд Счёт 10-9 Игра ужасно напряжённая Ну что ж, у команды контртеррористов сейчас Форсбай какой-то Один 5-7 Две эмочки Фамаса И АВПшка у команды же террористов 5 АК Делается отличная подсадка Смайла Если его не зачекают, он может затащить раунд в своей команде Но Всё может быть Команда же NPN делает опыт фраг на виду Убивает Даньку Фига опыт разменивается Бешеные размены Мне нравится Акила, который выжил на 4 хп Который знает о нахождении Фиджей и оп И пойдёт ли он добивать его или нет Ситуация 3 в 3 На стороне спецназа Дэмик ставит отличный килл Смайл убивает Дэмика Смайл убивает Ануара Ситуация 2 в 1 Килл убивает Смайл Смайл показал великолепную игру Сделал почти минус 4 Прям вот эти траблы постоянные с экономикой Прям каждый раунд меняется Команда NPN делает эко Команда UNT делает фулл бай Ну почти фулл Минимум количества гранат И всего 3 вторых армора Команда NPN делает Опять подсадку в мидл Такую бешеную Как посмотрим Испретит Данька Спреет по одному Игаов спреет по двуму Убивает Эх, Данька не смог доспрейить Вставляет килл 7% хп Идеально 5 в 0 12 раунд для команды UNT Может пора уже террористам покупать АВП И делать какую-то грязь Но нет, ребята Каждый раунд делают одно и то же И сейчас они втроем бегут под Б-плент Кила делает опенфраг Пора заходить Ребята все на виду Б-плент чист Ребята об этом не знают Поэтому делают Много тратят времени на раскидку Из-за чего Контр-террорист успевает дойти Данька убивает Окира У нас тут чаты у команды Данька пытается нашивать Арс знает его местонахождение Пытается дождать его Арс успреет со спины Молотом в ноги Арс делает минус 2 И остался один Дайл Он убивает одного Не знает расположение второго И Арс делает минус 3 Тащит этот раунд 10-12 У команды контр-террористов Последний бай Если же террористы убивают их То экономика падает в яму И НПН могут навязать им свою экономику Наконец-то НПН покупает АВП Давно я этого ждал Давайте посмотрим за ним Б-плэн почти пустой Один на базе Ребята на меду Прям засели так знатно Делают подсадку Думают, что это А Но ребята неправильно думают Ой-ой-ой, Данька Обалденный килл делает С 5-7 на минус 3 Арсения разменивает только Мику Смайл бежит на выбивание Он зашел почти в спину На уровне У него появилась инфа Спрейд по одному Не может добить Оставляет обоих сильно коцаных И контртеррористы берут 13-й раунд Поздравляем, ребят У команды НПН Проблемы с экономикой Ребята должны сейвить По крайней мере, хотя бы один раунд И пытаться что-то доказать На матч-пойнте Ребята очень долго стреляются В виду Пытаются прошить смоки Потихоньку подползают К Нажа у нас встречает только Олли И сможет ли он убить Всю команду соперника В ожидании В ожидании Когда же кинуть гранату Друг, если ты будешь кидать гранату Ты пока будешь поднимать оружие Ты получишь По лицу Какая хорошая ХАЕшка На код сала двух Довольно-таки неплохо Он понял, что это Начинается раш всей команды Начинаются перетяжки Флагол помогает Кило ставит хэдшот Олли Ставится бомба И летают везде смоки Молотовые Арсений с деглом Пытается сейчас О нем не знают Стреляет в одного Не попадает Не попал ни разу И сейчас его должны Принимать Четырнадцатый раунд Для спецназа Если они тащат этот раунд То можно подражать их с победой Потому что вряд ли Что-то ребята смогут сделать На волевом бае Но все возможно Команда ИНПН Бежит опять пода Как же подсидочка, ребята Каждый раунд ставить Эту подсидку Ну что ж Если ребята у нас ползут пода У нас ее встречают Аж трое И всего Даже четверо И всего лишь один На Б-принте И сейчас зависит от Акира Сможет ли он Распознать Что тут всего один человек И с бомбой Надо бежать сюда Ребята подготавливают Аплент Закидывают смоки Молотовые Ой-ой-ой-ой-ой-ой Какие бешеные размены Смотрим за смайлом От него сейчас многое зависит Сможет ли он Помочь Своей команде Выбить эти два девайса Берет 5 сайлом И Это пятнадцатый раунд Для команды НП ЮНТ Это матчпоинт У команды НПН Очень похожее название Блин Заговариваешься У команды террористов Сейчас должно быть Форсбай Фамасы Вторые арморы Тег девятый Два калаша И минимум Скидки Ой-ой-ой-ой Ребята выбегают Миддл Фиджао Встречает Но тут же ловит Хэдшот от килла Микос Убивает одного Спреет по второму Берет юспик Значит что такое спина Не справляется С спреем Какие бешеные размены Ой-ой-ой-ой Оли делает Минус два Остается Два в один Килл Сможешь затащить Нет Это Шестнадцатый раунд Для команды ЮНТ Поздравляем их С победой А мы ребят С вами не прощаемся Мы уходим на небольшой перерыв До следующего матча Для вас комментировал Хэппи Пандора Подписывайтесь на ВК Бьём Годлайк Подписывайтесь на мой Твич канал Все ссылки в описании А у нас перерыв И ожидание Следующего матча Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok